Немного о себе, чем вы занимались до этого конфликта. Насколько у вас жизнь была мирной? Да, жизнь была абсолютно мирной. У меня был небольшой бизнес, плюс я лекции читал на разные темы, по политологии, по информационным войнам, по всяким таким вещам. Просто понимаешь, у нас информационной плоскости в какую-то другую перешел этот конфликт. Если здесь мы сейчас проигрываем на востоке Украины, на Донбассе, в Новороссии, то все это перекидывается в Россию, вот я думаю, этой же осенью. И на Кавказ в первую очередь. А так как я свидетель Северной Осетии, я прекрасно понимаю, что это когда придет к нам домой, это будет гораздо больше крови. То есть то, что здесь, это показалось еще таким детским садом, по сравнению с тем, что будет у нас дома. Практически, когда вы поняли, что просто слов о том, что тут, а тут, а тут, а такая ситуация, ну, переходить к делу, то есть идти воевать. Ну, в моем случае это произошло после этих одесских событий. То есть это была, это чистая фашистская акция была. Понимаете, когда беззащитных людей вот так вот просто убивали, уничтожали, сейчас, ну, не буду повторять, все, наверное, знают, что там произошло. Вот это, наверное, вот таким вот послужило, так скажем, пусковым механизмом. Не только для меня, для многих людей. У меня у знакомого просто аппетит пропал. Я говорю, не могу есть после этого, не могу есть, не могу спать, не могу телевизор смотреть. Приехали ребята, у нас там какая-то православная ярмарка была, и вот трое православных товарищей, один из них уже покойный, Царство Ему Небесное, вот как потом оказалось из батальона Восток, были трое ребят. Они приехали туда с нашими, общались там с настоятелем, что-то там по поводу гуманитарной миссии и всего прочего, и мы с ними совершенно случайно познакомились. Мы познакомились, и мой брат, вот Олег, мама его позывной сейчас, сразу решил вместе с ними ехать. И вот он так взял и поехал. И постепенно его друзья, родственники, у нас же республика маленькая, слухи быстро расходятся. Он записал там какое-то видеообращение, то есть у него интервью небольшое взяли, там нас показали по телевидению по-нашему, и люди потянулись. Слухи быстро расходятся. Я приехал в июнь, Олег сразу приехал, мы приехали позже, потому что ну все-таки дела, тяжело это все взять, так вот и бросить. Он-то сюда приехал на неделю, потому что они считали, что они проведут референдум, и как в Крыму все так быстро решится. Как формировался, в том числе и батальон? На ваших глазах, почему я спросил? На моих глазах все происходило, да, это вот захваты происходили военных частей, захваты каких-то там милицейских участков, разоружалась милиция, там военные части, и вот так вот потихоньку-потихоньку вооружалась карабины, автоматы. Потом вступали в бой столкновения с украинской армией, и вот она теряла оружие, бросала, убегала. Таким образом вооружаемся, бросая технику, танки, очень много бросает. То есть, ваша задача какая? Держать позиции. Вот есть, например, на 3-й пункт, вот это Ясиноватый, да, вот мы держим эту Ясиноватую, там, до этого мы салур-могилу держали, то есть определенная господствующая высота стратегическая была салур-могилы. Вот бригада Восток держала эту салур-могилу. Очень много ребят гибло там, потому что тяжелая техника, их обстреливали, погибали, держали, держали, держали до последнего. Пока там уже в конце 4 раза вызывали огонь на себя, потому что очень много техники шло на них, там порядка 15-20 танков шло. Задачу поставил руководство украинцам ее взять любой ценой, они пытались ее взять, ребята вызвали огонь на себя, командир погиб, тоже вызвал огонь на себя. То же самое вот у бригадисты новатый сейчас населенный пункт, его тоже держит бригада Восток. Есть разные позиции, как бы разные населенные пункты, мы их там держим, дороги, блокпосты, это же комплекс мероприятий, плюс зачистка диверсантов, плюс всяких этих корректировщиков ловить пытаемся. То есть, идем такую работу. Могилец всегда сокрушался, говорит, он всегда думал, ну представляешь, где-то году 36-м бы, но же могли бы там пару корпусов зайти в Берлин и вырезать от чертовой бабушки. Ну кто же знал, что до такого дойдет. И не было бы ни Сталинграда, ни всего прочего. То же самое здесь. Как Ваша семья отнеслась к тому, что вы не уехали? Ну я никому не сказал, просто уехал, кто сказал, что по делам уехал. Узнали через какое-то время, через, наверное, 2-3 недели. Я телефон просто его не давал и все. Уехал по делам. У нас вот все так, кто в командировке, кто там в Крыму отдыхает. У меня товарищ один до сих пор в Крыму отдыхает. Да, мама там, вот пляж, девочки ходят. Так позагорай, походи, там белый приедешь домой, что ты будешь рассказывать. Многие мало, ну, многие не говорят своим семьям, что стоят. Ну, не переживали, зачем это лишний валерьян купить. У Вас сложилось, собственно, отношение к противнику, да? Какое? Я думаю, что украинцы сами отрезвеют очень скоро. Ну, сколько они еще это протеют? Месяц, два, три. Просто запуганы люди очень многие. Очень многие запуганы. У меня просто ребята есть, которые родственники живут в центральной Украине. И там действительно проводят карательные акции. Действительно люди исчезают. Парни беременную жену убили. То есть они проводят карательные акции. Они, каратели, еще раз подчеркиваю, бандеровцы всегда были прекрасными карателями, но были плохими воинами. А каратели, они замечательные. Никто не спорит. Не у каждого рука поднимется зарезать беременную женщину. Как Вы себя ведете в мирную жизнь? Буду также, наверное, лекции читать, мемуары писать. Не знаю. У меня много чем было заниматься в мирной жизни. Понимаете? Нельзя сказать, что я сюда пришел, потому что мне делать нечего было. Я как раз, наоборот, очень много чего потерял, что придется потом восстанавливать, так скажем. И в финансовом плане, конечно, очень сильно. Мы же здесь добровольцы. Нам деньги не платят зарплату. Вот исходя из того, что Вы добровольцы, а семьи на что живут? Ну, слава Богу, уже не один в семье работает. Ну, понимаете? Ну, ты же уехать не можешь. Ну, ты приехал на неделю, понимаешь, тебе надо на работу возвращаться. Ты понимаешь, что не можешь уехать. Тут еще друзья у тебя. Там какая-то операция. Ну, как ты бросишь? Ну, ты трус, получается. Ну, что ты тогда приехал, спрашиваешь? На экскурсию, что ли? Пофотографироваться с пулеметом? Нет. Соответственно, сидишь дальше. Потом уже как-то, ну, не думаешь уже об этом. В другом режиме живешь. Думаешь, где патроны взять. Можете привести пример или вспомнить момент, который лучше запомнился? Запомнился, понимаешь, друг один, волк у него позывной. Он там, пуля у него в голове застряла. То есть ранила его, и пуля застряла в голове. Поехали, вытащили эту пулю, и назад вернулся. В голову замотали такой, как пьяный ходит. Ну, это все-таки удар такой, нокаут очень серьезный. Понюхал на шатырь и вперед дальше пошел. Как раз одна из зачисток аэропорта была. Попытка очередная. Хорошие ребята у нас. Отчаянные. Тоже один товарищ есть, он в плеере постоянно воюет. Это Оланова зовут, Орел позывной. Одевает плеер, говорит, мне, говорит, мины мешают этот звук. Ну, нервирует, говорит, а чего мне нужно? Одевает наушники, включает музыку и на передовую. Не боятся смерти вообще. А когда ты ее не боишься, она как будто начинает от тебя отходить. Идут на передовую. Человек в плеере. Он говорит, выхожу, смотрю, танк стоит. Он говорит, танк стоит. А у меня, говорит, гранатомета нет. Что, говорит, делать? Прибежал за гранатометом. Пока бегали туда-сюда, уже танка нету. Вот ты смотришь, понимаешь, и ты не можешь как-то отставать. С ним пошел один наш друг, говорит, я, говорю, смотри, он идет, мины взрываются. А он себе идет, идет по прямой. Он говорит, ну, что, говорит. Если, говорит, суждено ты сегодня идти и умереть, ты в любом случае умрешь. От такой пули, от всякой, неважно. А если не суждено умереть, то ты хоть под градом и стой, тебе ничего не будет. Ты смотришь, думаешь, но если он не прячется в кусте, как ты будешь прятаться? Встаешь прямо, идешь точно так же. И реально он там бахает, бахает, и ничего не бывает. В пуле мы заговорили про аэропорт. Он как бельмон в газу. Чего его не возьмут? У них там большие запасы всего. Еды, патронов, всего. Они глубоко закопались там. И очень большие подземные коммуникации. Их надо зачищать именно. Туда заходить, какими-то спецназами, группами. А это большие потери. Это очень специфическая операция должна быть. Либо какое-то такое специфическое оружие, типа вакуумных бомб или еще чего-то. Но этого нет в наличии ополченцев. Иностранцев ловили? Ловили. Негры были в экипажах танковых. Вот на Саур-могиле там уничтоженных танков. И поляков, говорят, ловили тоже много. Какие-то радикальные мусульмане из Сирии приехали. И поляки. Что их может объединить? Общая ненависть к России, в принципе. Что мы же тоже не сами воюем. Мы вот ассетины, например, да? Есть вот афганец у нас парень. Афганцы. И вот испанцы приехали, коммунисты с Испании. То есть тоже другая коалиция собирается, антизападная. И вот эти две силы опять столкнутся. Все те же силы на те же самые территории. Ничего не меняется. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok